Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Silent Hill Down Pur. Четвертая серия подряд у нас идет исследование мира. Пытаемся найти всякие интересные детали, типа вот этих вот. Вообще очень много сайт-квестов за это время мы выполнили, еще больше у нас их осталось. Ну что ж, давайте побегаем, посмотрим, что еще мы сможем тут накопать. Возможно, чего и сможем. Пока что больше всего у меня из сайт-квестов понравилась именно... Как это сказать-то? Пасхалка, не пасхалка? Ну, короче говоря, отсылка к четвертой части. Там была комната главного героя Генри, вызывали, по-моему. Это вот запертая комната, в нее попасть было довольно неожиданно. Так, подожди. Че-то знакомое. Нет. Показалось. Так, вот мы на Большой улице. Куда же нам тут пойти? Наверное, прямо. Потому что там мы уже были. Но, в принципе, мы там были как? Мы вон до банка не доходили ни разу. Давайте туда пойдем. Машины-то уже можно не бояться. Единственное, тут Петровичи бегают. Над Петровичем мы убежим. Найдите пропавшую девочку. Вот видите? Видите? Вот такие сайт-квесты. Так, вот там как раз пропавший комнат. Так, это все хорошо. Сейчас мне нужно почитать. про пропавшую девочку. То есть, почитать можно только там, да? Прилег. Так, может ты ударишь все-таки? Так, нет, этот пистолет я бы хотел оставить все-таки. Теперь давайте внимательно рассмотрим, что тут пишут. Так, дата рождения 6 января 1996 года пропала 11 апреля. Глаза коричневые, раз Кавказ, ну то есть не Кавказ, европевоид, в принципе, можно сказать. Возраст 8 лет, девочка, волосы темно-коричневые. Орландо, Орландо была последний раз видена 11 апреля, около двух часов, когда шла домой из Хиллсайд Миддл Скул, то есть из средней школы. А, это не Орландо, это Ариадно. Ариадно страдала от аутизма. И постоянно терялась, короче говоря, блуждала. Она следовала по своему маршруту от автобусной остановки, помеченной цветными риббонс, помещенными ее матерью. Ой, короче говоря, это такой, похоже, геморрой будет. Вот эти, помните, свечки? Вот по этим свечкам надо как-то маршрут положить, что ли. И это будет, я могу сказать, не очень легко. Так, ну ладно, может и найдем, может и нет. Так, восстание в реал-стейт-тюрьме. Четыре жертвы. Ну ладно, это нам ничего не дает. Сюда я пройти не могу, невидимая стена. Что там, пикап? А, труба. Нет, трубу мне не нужно. Бедняга. Ого. Выпусти всех птичек на свободу. Я не думаю, что я их прям всех буду искать, потому что это стандартный коллектаблс, как говорится, который есть в любой игре, и они, как правило, не очень интересны. Так, это у нас банк. Давайте войдем. Блин, ну удивительно, вы видите, да, насколько проработано сайт-квест. Это офигеть, по-моему. Так, банк. Был ли я в банке? Был ли я в банке? По-моему, не был. Так, у меня есть патроны вообще нет в этом пистолете хоть? Да, в этом пистолете у меня семь патронов. Как-то тут надо отметить безлюдно. Палка, пожалуй, я ее брать не буду. Так, что у нас вон за тем столиком? Фонарик. Фонарик мне не особо нужно давать огнем. Лишним не будет. Пальчик сигарет. Сюда попасть можем? Можем. Это хорошо. Подожди, а куда подевался мой ультрафиолетовый фонарик? Да вы издеваетесь, что ли? У меня же оба было. Зачем-то один выкинул. Так, у меня два фонарика. Это странно, по-моему. Я временами просто не понимаю логику создателей этой игры. О чем они вообще думали? Зачем они так сделали? Я не перестану ругать эту игру, но при этом я не перестану получать от нее удовольствие. Больше всего меня интересует, для чего вот эта куртка нужна? Почему я ее ношу без каких-либо... А, тут, ты смотри. Натиклорта. Без каких-либо объяснений просто дали куртку. И сказали, бери. И я говорю, ну ладно, взял. Зачем она? Так, аптечка. Аптечка, это хорошо. И больше тут, похоже, ничего нет. Давайте пойдем во второе крыло. А тут у нас, похоже, какой-то управляющий был. Обитался. Че, пикап? А, ломик. Нет, спасибо. Радио не включится. Нет, тут кроме ломика делать-то нечего. Хорошо. Куда я попал вообще? Здесь, похоже, какие-нибудь кредитные инспекторы были, которые выписывали кредиты. Все-таки что-то есть вот такое в заброшенных помещениях, верно? Любое помещение заброшенное кажется жутковатым. Так, пойдем сразу вниз. Внизу там хранилище должно быть. И ощущение, что их выставляли. Так. Дверь открыта, нет? Открыта. Возможно, мы тут найдем еще одну картину. Тихо. Это по трубе кто-то стучит, что ли? Ладно, не важно. Жутко. Если бы она сейчас заорала внезапно, то я бы натурально умер. Я не вру. Так, сейф. Это уже интересно. Надеюсь, сейф не закроется за мной. Это было бы подло. Так, что у нас тут может быть хорошего? В ячейках ничего. Тихо. Сирена говорит, как я мог быть таким глупым? Кто приедет-то, Мерфи? Тихо. Что происходит? Я могу ее выключить? Нет? Ладно, короче говоря, наверху у нас враги. Враги. Мерфи, ну что ж ты дверь-то не закрыл, а ну? Ну, Мерфи, ну что ж ты? Замечательно. Обожаю местную боевую систему. Лучше ничего в жизни не верить. Так, ну пойдем, посмотрим. Подожди. Печка. Лучше патронов дали. Сколько у меня? Один патрон. Ну, это несерьезно. Как сирену можно выключить? Это же какой-то кошмар. Ой, целых две. Идите в хобот. Кабинет директора. Директор, ты можешь серьезно выключить? Ой, блин, она мне натурально по мозгам бьет. Мне, похоже, с ними придется справиться. Другого выбора нет. Это не так сложно. Скорее. Скорее раздражающе. Прекрасно. Да, блин. Давай, другая. Тебе понравится. Да, блин, Мерфи. Ох, прекрасно. Так, это отъехало. А то еще шевелится. Сирену я, похоже, выключить не могу. Может, тебя? Нет, навряд ли. Но пойдемте возьмем, по крайней мере, что там есть. Я не могу назвать это все сайд-квестом. Это скорее просто как... Ну так, разводи куха. Небольшая, непонятная. Патроны. Можно было бы из этого пистолета, где он, кстати говоря, вытащит патроны. Давайте потратим. Вон, Петрович идет. Да, отвяжись ты от меня. Но... Фух, блин, какие вы заставучие. Вот, Петрович пришел. Сейчас парта кик будет. Дайте мне взять какой-то пор. Скажи. Давай, 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 давай. Ну. Ладно, меньше. Так, спарта кик. Все. Отъехали. Ты живой еще? Не живи. Ой, выключите сирену, пожалуйста. Это просто уже какой-то... Какой-то кошмар. Натурально. Лично. Пистолет. У меня есть уже пистолет. Зачем мне еще один? Ну, я хочу до конца дойти. Хотя у меня, конечно, здоровья уже нет. Два Петровича сразу. Так, отлично. Отлично. Да, что ж ты делаешь-то? Так, еще удары, я, скорее всего, отъеду. О, блин, это кошмар какой-то. Может, хоть аптечку дадите? Я не знаю. Мне просто бы вы выключили сирену, я бы успокоился. Так, какая открылась? Патроны. Патроны. Ну, ладно. Патроны-патроны. Сколько патронов? Пять. Маловато. Ой, ела-пала. Это просто прекрасно. Надо валить, я думаю, из этого банка. Что-то тут похоже... Ох, ты посмотри, кто пришел. Если мне дадут, конечно. Ой, во что я ввязался? Ну, стервь, иди сюда. Видели, там один из этих? Замечательно. Сур, что-то вообще... Из пенопласта, что ли, сделан. Все, у меня хана. Ага. Хулиганы зрение лишают. Балим, балим. Где будет опор, сволочи? Я сейчас... Спокойно. Спокойно. Блин, тут же его нет. Я же бы уже взял. Гави. Хе-хе-хе-хе. Нравится? Тихо, тихо, тихо. Не кричи. Но не кричи ты, елы-палы. Без тебя тошно. Блин, меня сейчас убьют просто. Да не то я хотел взять. Да, блин. Ну да. Ну че, чувак. Ману-э-ману. Один на один. Ну. Блин, пока ты тупишь, я тебя... Ага, конечно. Вот как я начал атаковать, так он сразу меня. Ух, блин. Так, ну. До свидания. Че, успокоились, нет? Фу, блин. Это было не очень просто. Ну там, по крайней мере, три аптечки. Я все патроны со своих пистолетов потратил. Вот это вот печально, натурально. Ну ладно. Как говорится, закрыли дыры. Чтобы не говорили, что вот это я не прошел. Я прошел. Фу, продолжаем. Так. Че, все, мы покончили с этим зданием. Может, тут нам картину хоть дадут. В том же ящике я не приглядел. Ничего больше. Я че, только заложил три аптечки? Во время этого эпик батла. Не сказал бы. Не сказал. Могли бы дать чего посерьезнее. Так, мой золотой пистолет со мной. Пистолет со мной. Патронов к нему, конечно, нет. Ну да ладно. Монтировка со мной. Пистолет со мной. Я практически Гордон Фримен. Это значит, что я непобедим. Выходим отсюда. Ладно. Так, что у нас еще осталось? Тут. Дальше по улице я еще не ходил. Значит, мы и там что-то найдем. Чтобы найти ту девочку, про которую говорили, мне нужно найти все эти свечки похожие. Да как-то по ним проложить маршрут. Это я не могу сказать, что стоит того. Нужно ли нам это? Так, бутылка. Бутылка драться, это явно не вариант. Так, хорошо. По этой улице все. Чак, фути я. Что еще у нас тут может быть? Как хорошо, когда полиция тут не ездит, эта призрачная. Не отвлекаешься на нее. Так, по этой стороне ничего. По этой ничего. Вот так. Что еще у нас тут есть забавненького такого? Вроде как все, что такое было. Мы вроде везде побывали. Куча ключей нужна. То есть, вот допустим, вот как у этого семетери, кладбище там. Комната, в которую тоже попасть. Не знаю как, потому что там закрыто. Я сам главный не знаю, где эти ключи брать. Потому что плохо. Так, что у нас здесь есть? Вообще, этот Silent Hill, он как-то ощущается не как Silent Hill. То есть, вот Silent Hill, который был в первом... Тихо. Silent Hill, который был в первых частях, он как-то отличался, совершенно по-другому выглядел. Здесь больше похоже на какой-то, я не знаю, Нью-Орлеан такой вот город. Это еще не был. Тихо, это кто там? Бомж. Дождь не прекратится. Можешь со мной чем-то поделиться, пожрать? Я тебе покажу, как выбраться отсюда. Честно, верно. Так, и что мне тебе дать? Аптечку не хочешь? Куртку, может, тебе? Найди жратву. Ну, если ты найдешь, ты должен быть уверен, что вернусь сюда, и в старом, холестом Хомоу я вам покажу несколько секретов о этом месте. Сейф-травильный, друг, держи. Так, где мне найти жратву для тебя? Интересный вопрос. Ну, я думаю, он нас научит по этим подземелям перемещаться. О! Очередной код. Ну, понятно. Это, конечно, маловероятно, что я подберу такой многозначный код. Так, а это у нас куда ведет? А это что? Это я примерно даже знаю, где, по-моему. Так, ладно. Не представляю, где найти ему жратвы. Возьми он оттуда, или от сигареты. Так, куда я попал? Ну, я не знаю, чего-то нельзя там расковырять кофейный аппарат. Кофейку хоть дать этому бомжу. Раз он так хочет подкрепиться. Так, опять темный туман, который нас сейчас телепортирует в какую-то другую часть города, похоже. Офигеть. Тут я еще ни разу не был. То есть на этой стороне Сайлент-Хилла. Закрыто. Ладно, возвращаемся. Надо запомнить это место. Как найдем, что с ясной отдадим ему. Возможно, это где-то, где я уже был, и мне будет проблематично в результате найти. Потому что я не думаю, что я вернусь туда, где я уже был. С той же сиреной, помните, там же вообще нельзя было ничего сделать. А потом, как квест появился, мы смогли уже использовать эту рацию полицейскую. Возможно, так же и с Ишатвой было. Ладно. Найдем, так найдем. Не найдем, так не найдем. Эй. Это, по-моему, потло было, нет? Так, хорошо, запомним. Это у нас находится... Бильмер. У нас находится вот здесь. Понятно. Тут у нас вход в парк, насколько я помню. Так, где-то здесь, по-моему, свечки были. Там я и не был. И не зря. Делать тут нечего. Хотя тут я был, нет? Да, тут я был. Давайте пойдемте тогда через этот парк. Зайдем еще раз к монастырю. Возможно, там что-то сможем открыть. Но, в принципе, я так понимаю, что с этой частью города по большей части закончено. Основные все квесты, которые тут были, я, сдаются, мне нашел. Так, а тут что? Какая-то стройка, что ли? Или наоборот, подснос. Отлично. Тупик. Тут я смогу выйти, нет? Что-то нам дает. Зачем я вообще сюда вышел? Да, мы около банка вышли. Это нам ничего не дает. Ладно, возвращаемся. Но мы всякого интересного нашли, как минимум, дофига и больше. Даже больше, чем дофига и больше. Так, багор. Или не багор это? Нет, это просто палка. Я не знаю. Больше тут вроде ничего нет. Так, что здесь? Здесь ничего. Если только нельзя отодвинуться. Нет, нельзя явно. Здесь я не был. Ой, игра не тормозит. Так, это что за сухой? Офигеть. Я опять с метро попал? Ну, без кода, я так понимаю, мне тут делать особо-то нечего. Ну да. Код трехзначный, конечно. Это нам все равно ничего не даст. Короче, с этим метро какие-то бака постоянные. Везде оно закрыто. Везде не пройдешь. Но я думаю, со временем мы решим эту проблему. Если захотим, конечно же. Так, тут че? Подожди, что-то было, по-моему. 8, 2, 7. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 8, 2, 7. Отлично. Че так громко-то, блин? Я не пойму, это не метро, что ли? Так, и что? Может, хоть картину можно было взять? Но нет. Больше всего меня радуют вот такие моменты, когда вроде бы решил. А, ну зачем ты это сделал? А, вот, смотри. Опять я ныть раньше времени начал. Ну итик, ну итик. Картина. Отлично. Хорошо. Сколько у нас осталось картин? Еще одна где-то лежит. Блин, такие места, конечно. Хрен найдешь. Если вот так вот, как я, не обходить вообще все подряд. О, Петрович. Давно не виделись. Хорошо. Так, по парку. Может, теперь по правой стороне пойдем? Может, там что найдем? То есть, по левой, да по левой. Здесь у нас что? Здесь у нас... О, ты посмотри, это что такое? А, это артефакт. Он бесполезен. Да ладно. По крайней мере, нашли уже хорошо. Так, правая дорога куда нас приведет? В тупик. А вот еще свечки эти. Может, мне их зажигать надо? Да нет. Может, там дальше это ребенок лежит? Может, вы заманили этими свечками сюда? Да нет, навряд ли. Слишком уж, навряд ли. Так, ну сейчас, я так понимаю, мы к монастырю выходим. Как я и говорил. Попробуем. Ну да, сейчас подгрузка новой территории. Попробуем сейчас постучаться в ту дверь, которая была закрыта. Может, она теперь открыта. Хотя это, конечно, очень маловероятно. Но вообще, в этой серии мы дофига нашли всякого интересного. А в следующий уже, я думаю, все-таки двинемся вперед по сюжету. И я думаю, если мы туда двинемся, то мы, скорее всего, уже до финала дойдем. Потому что уже 70 с лишним процентов осталось. Вернее, уже завершено 70 с лишним процентов. Так, где я? Я около кинотеатра. Угу. Сейчас выходим к монастырю. Да и все. Хватит на сегодня. Если, конечно, не найдем чего-то еще нового. Но самые прикольные квесты пока что были, это... Ну, сайдовые, в смысле. Это, во-первых, кинотеатр, собственно. Очень необычно было. Хотя нам пришлось поломать голову. Да вот этот заброшенный дом, который тут находится. А в остальном как-то слабовато. Но при этом понравилась очень... Ну, вот эта вот пасхалка. В которой нам пришлось забрать... Почему-то дверь постоянно, когда я подхожу к ней, она как бы... Типа, заходи, щелкает. Так, тут у нас монастырь. Короче, понравилась пасхалка из Silent Hill The Room. Совершенно не ожидал таких приколов. И вот тут у нас что-то... Куда нас в прошлый раз не пустили. Ваза? Да вы издеваетесь. Нет, я уж лучше ловеньком буду драться, чем ваза китайская. Так, вот кладбище. Подожди, а я тут не был. Да, у меня тут не был. Надеюсь, здесь посетителей нет. Там закрыто. Тут тоже, я так понимаю. Так. Ты застрял, Мерфи. На ровном месте опять застрял. Тут ничего. Гроб только громадный какой-то. Не пролазим. Не открывается. Открывается. Все, что ли? Больше тут ничего нет? Подожди. А, опять камень. Да. Похоже, тут ничего особо-то и нет. Да. Нет ничего. Ну что, давайте на этом завершим, наверное, эту серию. В следующий пойдем уже. Что там там нужно-то нам? По заданиям найти картины. Это нам не так интересно. Найти пропавшую девочку. Найти птичек. Найти еду. Короче говоря, я не знаю, что нам делать, но... Все так же нужно выбираться. В следующей серии я себя, наверное, на деньков через пять за эту игру отдохну от нее. Капитально сегодня я серии пять записал или шесть даже. Не помню. Короче говоря, отдохну от игры и уже пойдем, скорее всего, не по сайт-квестам. Потому что хватит уже четвертой серии на сайт-квесты. Пойдем дальше по сюжету. Могу сказать, что сайт-квесты меня порадовали. Это было довольно-таки необычно и круто. И совершенно не ожидаешь от такой игры вот таких сайт-квестов. Но, тем не менее, пора двигаться по сюжету. Так что увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok